Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня у нас на кухонном мини-тесте нож Seaker производства компании CRKT. И давайте я сразу же познакомлю вас с сегодняшней темой нашего разговора. Зачитываю буквально комментарий Владислава Шевченко, который написал Уважаемый Артур, как насчет кухонного монолога о наболевшем? Думаю, охотники и рыбаки меня поймут. Как избежать конфликта с супругой, когда на улице сезон охоты, сезон рыбалки? Все снаряжение готово, и мыслями ты уже там, а дома приходится выслушивать что-то типа «Побудь со мной, у тебя и так мало выходных», или «Ты же должен был вернуться к обеду, а задержался до вечера». А что уж говорить о выходах с ночевкой. Как найти компромисс в этой трудной ситуации? Ну и дальше Морж Хрюнов, который известен больше какими-то подонковскими высказываниями у нас. Здесь он дает такой ироничный совет, он пишет, ну как ответ на этот комментарий. Жену можно взять с собой на рыбалку и на охоту, женщины же тоже как бы люди. Может она тоже мечтает продираться через подлесок с ружьем в руках, преследуя кабана под ранкой, догнав, перехватить ему тесаком еребную вену. Или она мечтает вываживать крупную щуку, борясь с ее попытками уйти в коряги, периодически матерясь и сплевывая загустевшую от волнения слюну. Владислав, на самом деле, ладно если на охоту, а если нужно уехать на ножевую выставку на неделю, ладно там с ночевкой, а если 10 дней. То есть, как бы ситуации, они действительно бывают разные и не все они не взрывоопасны. Ну, я могу сказать, что здесь крайне тяжело вообще раздавать какие-то рецепты. Почему? Потому что, ну не в охоте на самом деле дело. У кого-то охота, у кого-то рыбалка, у кого-то стрельба, у кого-то спортзал. Я не знаю, самые-самые разнообразные какие-то вот моменты и они вызывают критику второй половины. А может быть и не вызывают. То есть, здесь, ну совершенно все зависит именно от отношений в паре. Как вот, скажем, повелось, как люди встретились, как-то узнали друг друга. Потом начали притираться. Понимаете, на самом деле, мы когда знакомимся со своими женами, ну или если женщины меня смотрят, с мужьями, это все фасад. И понимание оппонента, оно приходит через годы, через месяц, в лучшем случае, очень хорошо. Мы помним, что здесь углеродочка, заявлено производителем 50-55 единиц и сканди в ноль. По крайней мере, чистить, это действительно вот такой вот бивачный вариант картофелечистки. Очень-очень комфортно сидеть нож в руках. Крайне, я бы сказал. То есть, мне кажется, здесь нужно копать глубже именно в отношении между супругами, потому что у кого-то вот, ну там, сейчас этого всего, этого, это встречается сейчас все реже и реже, потому что эмансипация мать ее, и женщины уже как бы не привыкли, но все же довольно часто встречается. Вот мужик сказал, и все вокруг только взяли под козырек и метнулись исполнять. То есть, приходит он с футбола, собрал вещички, пошел в спортзал, пришел из спортзала, там, выпил свой коктейльчик, собрал вещички, пошел на охоту с друзьями, на рыбалку, в бар, куда угодно. И жена слова не говорит, спокойно там сидит дома, занимается своими делами, там, пятое-десятое. То есть, ну вот бывают такие, бывают такие, что женщины, они не отпускают, мало то, что они диктуют свою волю, то есть мужик там прям не просто подкаблучник, а такой конкретно подкаблуком. И, ну там действительно вот есть семьи, в которых вообще все решает жена. Ну абсолютно, она действительно вот как мужик. Реально, и причем это устраивает обоих, и это совершенно подходит. И живут долго, и счастливо, и действительно, по-настоящему, как бы, это все по правде. Друзья удивляются, друзья возмущаются. Да как так? Ты там без своей, ты там без своей, там, я не знаю, жены, просто, извиняюсь за жение, пернуть лишний раз не можешь, не спросив у нее разрешения. И, кстати, очень часто бывают посылаемые нафиг, почему? Потому что, если мужик подкаблучник, а что это я делаю, что за чипсы, мне уже нужно потолще немножко, увлекся называется. Несмотря на то, что у нас, а хотя, что не смотреть здесь, 3,5 мм обух, здесь раскалывать особое не должно, но надо признать, что очень мягко идет через картофель, но клиночек прям так раздвигает, а не разрезает. Очень деликатно разрезает. То есть, если мужик в семье подкаблучник, и жена там командует, жена на него покрикивает, ходит, как надзиратель, с плеткой, и шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, прыжок на месте провокация, это не значит, что он слабохарактерный во всей остальной жизни. Такие люди очень часто проявляют жесткость, они такие люди, они достаточно конкретные, и особо их не погнешь. Особенно, знаете, вот если он действительно такой вот, не просто он такой вот, ну, просто по жизни вот, как бы мямля, мама его передала жене, и все. А если он действительно, ну, умеет за себя постоять и в разговоре, и случить что, но вот у него так, вот так заведено, вот так получилось у него, то как раз таки вот те самые муки, ну, с нашей точки зрения, с обывательской точки зрения, на которые его обрекает его жена, скажем, они его закаляют таким образом, что ему все остальное вообще по барабану в этой жизни. Он справляется с любыми задачами совершенно, скажем, успешно и уверенно. И если, например, опять же, жена там командует и покрикивает мужиком, это не значит, что он, например, на работе послушный там исполнитель воли начальства. Нет, довольно часто, во-первых, такие люди сами становятся руководителями, а во-вторых, довольно часто посылают руководство нафиг. То есть тут вообще, ну, окей, хорошо. Как правило, женщины пытаются нами манипулировать не путем каких-то угроз и наездов, гораздо чаще они манипулируют именно вот, берут на жалость. Ну как же так, я соскучилась, а ты же обещал, там, пятое, десятое. Надо уметь договариваться, во-первых. Во-вторых, я считаю, вот мое глубокое такое убеждение, что в семейной жизни, если ты действительно, вот скажем, если тебе не пофигу, и ты так для галочки здесь живешь, знаешь, ну, а у тебя совершенно другие интересы, то совершенно естественно, что тебе самому хочется проводить время с этим человеком. Если это действительно любовь, если это действительно, ну, в конце концов, ты же за каким-то хреном поперся в этот ЗАГС, это значит, что ты принимаешь человека такой, какой он есть, это значит, что ты готов на сотрудничество, и это значит, что ты хочешь там детей с этим человеком рожать и прочее, и прочее. То есть ты по-любому жертвуешь частью своих каких-то интересов, частью каких-то свобод, частью каких-то... Ну, опять же, я, видите, я говорю, и я сам с собой поспорю, почему. Потому что, ну, у всех по-разному, ну, реально у всех по-разному. Почему? Потому что вот не хотел, вот я не хотел в этом монологе вообще переходить от общего к частному, но перейду. Я могу сказать, что вот за себя мне действительно как-то реально не хочется куда-то вот выезжать. То есть, как сказать, вот мы договорились, например, какие-то разовые именно, разовые вот какие-то вещи, договорились мы с Вальдемарчиком поехать там в лес с ночевкой. Окей. Причем для того, чтобы это было комфортно максимально в семье, потому что мне в семье приходится тут развозить, отвозить, каким-то образом там, ну, вот этот вот весь великий планировщик весь день вот это расписывать, чтобы все двигалось как вот, чтобы когда вечером день закончился, рабочий, все чувствуют себя максимально комфортно, все члены семьи, чтобы никто не устал, чтобы все само по себе вот это сделалось. И разумеется, если мы куда-то уезжаем, то эта вся схема ломается, нужно каким-то образом все это организовать. То есть, ну, лично я не могу так сказать. Слушай, мы завтра уезжаем там с Пашей с ночевкой и так далее. Нет. Мы договариваемся заранее, я заранее говорю, что вот это вот так, вот это вот так. Таким образом все будет. Вот. И весь прикол, что, конечно, мне, ну, более чем круто сходить куда-нибудь пострелять в тир, съездить там на Иву, пообщаться там с нажиманами, с производителями, там, я не знаю, сходить в поход. Элементарно сходить с Андреем Валерьевичем на уличные тесты, потому что уличные тесты вдвоем это гораздо интереснее и прикольнее, чем одному снимать. Я очень сожалею о временах, когда, о том, что ушли времена. По картошке вообще все супер, ни единого замечания. Когда моим оператором была моя жена, была такая возможность. И это было супер, это было вообще в охотку, это было классно, потому что мы выходили куда-то на природу или выезжали куда-то на природу, делали какие-то съемки, а после этого мы ехали и решили гулять. Какие-то там, ну, был какой-то экшен именно совместный. Ну и при всем при этом, вот как бы интересно ни было, я реально очень быстро начинаю скучать. Ну вот именно по-домашней, по-своему, по-дому. Поэтому я с огромным удовольствием съезжу куда-то пострелять или сходим мы в поход, или еще что-то. Но это точно не в системе. То есть если ты действительно настолько вот, что у тебя рыбалка сменяется охотой, охота сменяется там боулингом и прочее, прочее, это означает только одно, тебе не интересно дома, тебе не с кем проводить там время. Ты живешь жизнью одиночки, у тебя только штамп в паспорте, а сам по себе ты один. Тебе жена нужна просто, ну вот она есть и есть. Это фигово, ребят. Я не говорю там разводись или не разводись, нет. Но если, опять же, жену в этой ситуации это не устраивает, то мужик должен радоваться. Это мое личное мнение, я его никому не навязываю, но он должен радоваться. Почему? Потому что пипец в отношениях начнется, когда она перестанет выговаривать. Пипец в отношениях начнется, когда она перестанет упрекать и жаловаться. Почему? Потому что вот в этот момент ей станет посрать. где ты, что ты, ну, насколько ты уехал, насколько ты пропал. И я не хочу, это не конкретно относится вот к автору этого комментария, ни в коем случае. Тьфу, тьфу, не дай бог. Но в целом, если вот она вначале пилит, 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 задалбывает, ну, что ты, мой мужик бунтует, ну, у меня что, совершенно нету своего там времени, да задолбало меня, почему я должен отвечать, почему я должен это, ну, отчитываться за каждый свой чих, за каждый свой... Вот хочу с ночевкой на рыбалку, и поехал. Она все пилит, пилит, а потом перестала пилить. А потом смотрит, что-то как-то понаряднее начинает выглядеть, какая-то вся такая, глаз заблестел. И все. И не надо удивляться, что что-то происходит. Почему? Потому что, если ты не участвуешь в этом, нехрен удивляться, что кто-то другой найдется, который в этом будет участвовать, которому будет небезразличен. То есть, это я сейчас еще раз повторяю, это я как бы без, совершенно без какой-то вот конкретики перехода на личности, но это мое вот такое мнение. Если жена пилит, это здорово, значит ей не пофигу, значит ей небезразлично, куда ты пошел, с кем ты пошел и зачем ты пошел. А вот если она перестала пилить, все, жопа, тогда можно не разводиться, с тобой и так разведутся через какое-то время. Уже все, уже неинтересно, уже за человека перестали бороться. Поэтому я считаю, что, что касаемо охоты, очень аккуратно, все замечательно, лучок прошел нурак. Что касаемо всяких охот, рыбалок, здесь нужно, во-первых, договариваться четко, конкретно, желательно заранее. Во-вторых, нужно давать возможность, если, опять же, это нормальные, основанные на уважении семейные отношения, обязательно нужно давать возможность своей супруге выйти куда-то с подругами, заняться собой. И вот совсем по-пацански, я считаю, совсем правильно, это как, вот у тебя запланировано в этом месте, сезон открылся в этом месте, там два или три, это действительно очень, ну, как бы серьезно, там три-четыре, может быть, выхода куда-то именно в аутдор надолго. Во-первых, вот то, что здесь прозвучало, а почему до вечера, хотя обещал вернуться раньше, вот этого вообще не должно быть. Потому что, если ты живешь, если ты человека называешь своей женой, если ты ее любишь, это первый человек в этом мире, которого ты не должен прогонять по времени. Лучше с запасом возьми. Лучше скажи, что приду вечером, а приди в обед. Лучше скажи, что возможно, вот с ночевкой, скорее всего, с ночевкой, а приди, хотя вот это вот лучше не делать, почему? Подумать, что не доверяешь. Тоже все очень сложно. Но суть в чем? Суть в том, что если ты сказал, что я буду в 17.00, в 16.59 должен входить в квартиру. Почему? Потому что это элементарное уважение к человеку, которого ты любишь. Но вот в принципе нельзя опаздывать, в принципе нельзя прогонять какие-то вот такие вот моменты. но самому близкому своему человеку, ну это просто, и это дело не в том, что тебя кто-то подтянет там за слова, не подтянет там за слова. Это твое отношение к нему. Ничье-то. И ты, ну, это в первую очередь, ты сам перед собой за это отвечаешь. То же самое, ни в коем случае нельзя обманывать детей. Ну, если ты пообещал съездить куда-то, ну, ты вот расшибись по самому шляпу, вводи в землю, и ты сделай это. Почему? То есть это должно быть не просто так, что, а, особенно очень многие взрослые по пьяни. Что-то там болтанул. О, мы с тобой на выходных съездим там, вот в этот вот парк развлечений, там туда-сюда. Потом находятся какие-то выдуманные дела, от мазы. Первый раз, второй раз, третий раз. А потом человек удивляется. А что это ко мне так мои дети относятся? Нет. Если папа сказал, что мы поедем в центр развлечений, все, это, ну, совершенно не поддается никаким изменениям, это совершенно не поддается никаким коррекциям. Папа сказал, папа сделал. Иначе, иначе жопа. Ну, огурчик все очень ровно, красиво. На самом деле, крайне комфортно режется, прямо вот, действительно, такой вот походный кухонечек у нас имеет место быть. Помидорки у нас сегодня крайне мягкие, особенно вот эта первая, она идет в горячее, просто уже в состоянии практически кетчупа. Так вот, почему я сказал, что нужно давать свободное время? Это именно, чтобы было все, во-первых, по чесноку, во-вторых, в случае действительно каких-то, ну, нелепых предъяв, потому что женщины, это абсурднейшие существа, ну, без какой-либо логики, и все, что я сейчас говорю, это должно быть фактически. А эмоции это не отменит. Эмоции все равно будут, и, ну, сейчас чуть-чуть позже, через, как говорится, мы вернемся к этому вопросу немножко позже, после рекламной паузы. Что касаемо свободного времени, ну, если у тебя каких-то дел полно, обязательно организуй так все, чтобы у тебя жена имела возможность с подругой выйти куда-то. И обязательно дай ей на это денег, даже если у нее есть свои. Нет. Слушай, сходи, пожалуйста, вот, если у тебя будет возможность, я бы хотел, чтобы вы давно там не встречались, или нет ли у тебя желания, или, может быть, ты хочешь пойти там, пошопиться спокойно, посмотреть какие-то новинки, просто шмотку какую-нибудь себе купить. Но это очень сильно разряжает ситуацию. Тут действительно дело не в том, что баш или на баш. Я тебе шоппинг, а ты меня отпускаешь на охоту. Нет. Ты сам это делаешь, ты именно вот каким-то образом так делаешь, чтобы у человека не было ощущения, что он, сука, дома запертый, пока его мужик где-то шарохается по кустам, там, с дробовиком в руках. Это вот, опять же, все, что я говорю, это мое личное мнение. Возможно, я чрезмерно европейский мужчина, и, возможно, я неправильно рассуждаю, совершенно беспардоннейшим образом мнет нож у нас кожуру томата. Это ожидаемо конкретно вот на этой помидоре, не почему, потому что она, ну, совсем уже, действительно полукетчуп. Сейчас я ее порежу. Но если он будет менять так следующий, то это, конечно, косяк. Это значит, не все хорошо в датском королевстве. То есть, какие-то такие моменты, а самое страшное, что может быть в жизни мужика, это вот по своему опыту скажу, что нужно тогда вообще себя на алтарь всей этой ситуации положить, в жертву принести, и сказать, вот это вот, это тяжелее всего сделать вообще. «Давай я с тобой поеду, похожу по магазинам». Ну, хочешь, мы сделаем это вместе. Это все, это реально пытка, это придется терпеть, это придется как бы смотреть, слышать, что от тебя никакого толку, потому что ты говоришь, и это хорошо, и это хорошо. Но, если на кону стоят какие-то действительно дела, почему бы и нет? Ну, здесь все гораздо бодрее, здесь совершенно... Ну вот, не могу назвать прям это, вот совсем недавно рилей от CR-KT, он просто их помидорки эти, как-то вот, как будто воздухом разрезал. Нет, здесь нет такого, но и какого-то криминала нет. Ну, вот все равно, где-то я бы, ну вот видите, вообще подскользнулся. Сейчас я порежу еще одну, и тогда, наверное, скажу какой-то окончательный вердикт. Ну, здесь легко идет. Ну, из пяти, а вы знаете, что бывает иногда пятерка там с плюсом, с восклицательным знаком, и это четыре с плюсом. Я бы не сказал, что он прям так... Ну, он нормально режет, но вот какого-то именно там вау-эффекта, восторга, это точно нет. Обычно спокойно такая. Нарезочек. То есть, опять же, если переходить от общего к частному... А, так вот, по поводу отпусканий или не отпусканий, там, разговоров вот этих всех. То есть, то, что я сейчас говорю, это даже не половина, это не какая-то там, я не знаю, это не рецепт, нет, потому что сколько пар, столько выходов. Самое главное, на мой взгляд, в таких вещах, которые касаются там охоты, рыбалки, каких-то других дел, ни в коем случае, ну, если только у вас не тот самый вот случай, когда домострой в семье, мужик сказал, пошел, и никого не волнует, и жена, вот она, у окошечка, ждет своего ненаглядного, и говорится, полотно втер. То есть, если это брать именно современную семью, когда женщины в той или иной степени все-таки задумываются о каких-то своих дурацких правах, всегда имеет смысл договариваться, всегда имеет смысл подходить не с точки зрения я хочу, или ты хочешь, ты хочешь, или я не хочу, а все, подходить разумно. Я, да, у меня такое хобби, да, у меня такое вовлечение, ты же знаешь, я без охоты жить не могу. Но, как-то вот именно, понимаете, искать золотую середину. То есть, если, например, человек рыбалкой живет, там вообще не должно быть вопросов, я имею в виду, он зарабатывает если рыбалкой. То есть, ты знаешь, что это помогает нам справляться с какими-то ситуациями, и вот я пропал куда-то на рыбалке, но потом я эту рыбу продал, и мы можем себе позволить там вот то-то, то-то, вот такие-то вещи. Ну, и это в пользу тебя же, и, ну, в общем, ребят, я понимаю, что я сейчас скакаюсь уже в болтовню в чистом виде, почему? Нет рецептов. Потому что, исходя вот из собственного опыта, я говорю, что, если лично про себя говорить, у меня, например, я в каком-то, я не могу себя назвать прямо подкаблучником, у меня жена, наверное, в силу того, что она, у нее там какая-то часть крови украинская, вот это в ней иногда бурлит, прямо вот такое вот славянское, южнославянское, скажем так, то есть, вот бывает прямо вот такое вот какое-то какие-то такие именно моменты вот упрямства какого-то такого. Знаешь, вот как вот показывают в кино, сразу представляешь себе какое-то такое вот ее, вот, русы косы да поясу с лентами вот в этом вот во всем обличии народном, как это она сапогом вот топчет, вот, вот, ну, топнула и сказала, что вот так и надо. Но что мне? А я скабарь наполовину. Мне вообще все пофигу. Это вообще особые люди, блин, из космоса и у меня много знакомых скабарей, там, мы всегда смеемся над этим, потому что это это действительно особые люди. Как-нибудь об этом можно поговорить отдельно. То есть упрямство у меня оно настолько заложено в генах и когда вот это вот какое-то вот упрямство, ну, там, национальности, я не знаю, кто-то там начинает разбирать людей по знакам зодиака, кто-то еще что-то. Нет, просто столкнулись, когда два достаточно сильных характера, именно сильных, в каком смысле, неуступчивых, ну, вот, привыкших просто в какой-то момент продавливать ситуацию под себя. Здесь может помочь только одно разум и вот здравый смысл. То есть когда начинается какое-то вот именно какое-то бодание, еще не ссора даже, а какие-то именно вот моменты, тогда нужно вставать над ситуацией и разбирать ее именно. Не всегда, конечно, получается, я тут не изображаю себя такого ахереть семейного психолога, который все знают. конечно же семья без руганий не бывает такого. В море никогда не бывает штиля. Чем глубже у вас чувства, чем глубже вот этот вот ваш пресловутый океан любви, тем сильнее шторма там. Вопрос в другом. Вот я, например, своей лучшей половинке говорю, что мне пофигу, как мы ругаемся. Я уважаю и люблю нашу семью за то, что мы очень быстро миримся. не остываем, а именно включаем голову, прокручиваем ситуацию и идем на компромисс. То есть, ну это опять же, я в своей обычной повседневной жизни довольно часто мне приходится, скажем так, свою волю диктовать другим людям и навязывать ее. И дома мне, наверное, просто это не нужно. Почему? потому что меня это задалбывает и так, там, как говорится. Поэтому у меня никогда нету такой вот этой привычки вот настаивать на своем. Но если я вижу, что человека несет именно вот, ну, женщина, ну, что все, женщина. Самое умное это дать женщине иллюзию, некую иллюзию, что от нее вообще что-то в этой жизни зависит. Ну, видите конкретный, вот тот вот самый конечный результат, который вам нужен. И просто сделайте так, чтобы это она приняла решение в ту сторону, которая вам нужна. просто организуйте процесс так, вопрос поставьте так, чтобы это она приняла решение, чтобы у нее была иллюзия, что она действительно вот тут вот хоп, решила и вот все так получилось. То есть изначально как-то вот не знаю, я говорю, сегодня вот я разговариваю, я понимаю всю чушь того, что я говорю, потому что сколько семей, столько схем. У всех все по-разному. Все по-разному живут, и к сожалению кто-то не умеет договариваться, кто-то не умеет там решать вопросы мирно. Люди иногда расходятся из-за таких пустяков, что просто обидно за них становится. Так что если отпускает, значит все нормально, будет отпускать. Если при этом трендит, значит любит, значит не безразлично, все очень хорошо. Значит нужно просто возвращаться во-первых, как я уже сказал, обязательно в то время, в которое сказал, не обманывать, потому что вы здесь я считаю, что это опять же обычное уважение со стороны мужчины к своей женщине. А, папочка-то. Что-то я так и заговорился, папочка же у нас еще есть. Ну и что это? Просто какой-то мутант достался. Ну давайте ее как-то давайте вот таким роликом завернем и заодно посмотрим, как у нас ножик справится. Нет, ребят, на самом деле совершенно четко могу сказать, что нож было бы неплохо подправить, потому что здесь тоже идет такое вот, не сказать, что прям криминальное проскальзывание, но задумчивость присутствует. Как ни крути, она есть. Пару раз даже подскользнулся довольно сильно. Так вот, приносите с собой с охоты с рыбалки. Что-то еще, кроме пойманной рыбы, запаха костра, грязных ногтей, запаха каких-то своих портянок или носков. Можно же заскочить в цветочную водку, купить цветочек. Прийти и сказать, Как же я рад. Я на самом деле, мы так здорово, мы загнали этого лося и преследовали его. И вы не представьте, как же ей это нахрен интересно слушать. Я когда про ножи начинаю разговаривать, это я по себе знаю. Когда я начинаю про ножи говорить, сразу же соответствующее лицо появляется. Очень мне не нравится, как идет нож через вот эту кожицу. Мне нравится категорически. Он буквально застрял и второй раз это тоже самое происходит. Действительно, здесь все должно быть иначе. Все должно быть гораздо бодрее. При спусках в ноль посмотрите, но это косяк. Это действительно. То есть здесь явно требуется нож вытачивать или самое смешное вот эта сталь, которая заявлена 50-55 единиц. Она у меня блин пока елозила по разделочной доске уже сесть успела. Но факт остается фактом. Перед улицей я нож править не буду. Интересно теперь что же он из себя покажет в уличных условиях. В общем пускай они пребывают в неведении относительно того, что они что-то могут сами решать. Пускай нет проблем. И самое главное то, что я про цветы сказал, когда вы едете откуда-то хоть ночью, хоть что, хоть что угодно. Или там вариант вот я не знаю там куда-то уехали позаботьтесь о том, чтобы были какие-то ну какая-то вот какое-то внимание. Ой, а посмотри что там слушай, я потерял там документы туда-сюда вот открывают а это тебе. а вы находитесь в это время за полторы тысячи километров. Человеку очень приятно будет, а вам проще им манипулировать. То есть ну это при всем при том, что огромная любовь между вами. Я конечно шучу, я надеюсь, что все это понимают, но а может и не шучу. То есть в любом случае это можно называть манипулированием или нет. что ж, извиняюсь. Короче, ну мясо настолько сильный провал, это даже вот, ну я не могу назвать вот эту кожицу особо жилистой. Это совершеннейшее фиаско. И неважно как нож резал до этого фрукты, он удобный, фрукты, овощи. Он удобный действительно в руке, он довольно комфортно сидит. Но совершенно вот у нас я говорю только что релейбл от CRT там просто чу-чу-чу-чу-чу. Здесь вообще даже ничего похожего нет. Так что пишите пожалуйста, что вы сами на эту тему думаете. И вспомнил я сейчас как раз-таки когда уехал на Иву. А, так прикол в чем? Первый год чтобы уехать на Иву опять же. ну ребят я делюсь опытом своим. Я не хвастаюсь. Я не говорю что так надо делать. Я говорю как я делал. Первый год чтобы уехать на Иву даже не для того чтобы уехать на Иву а мне как-то вот царапало что ну действительно здесь свои моменты семейные надо было там и по ребенку и по всем делам то есть как-то вот так вот взять уехать. Мне пришлось организовать поездку своей жены к ее родителям чтобы она комфортно себя чувствовала чтобы была какая-то помощь чтобы она не чувствовала себя одинокой то есть во второй год там наоборот пригласил их к нам то есть как-то вот именно сделать так чтобы с минимальными потерями обошелся какой-то вот тот процесс которым вы заняты своим личным который никак не касается ну который лично вам вот в кайф всегда нужно восполнять чем-то вот эти вот вещи и вот я например в этом году уезжал было как раз 8 марта я еще в декабре заказал шикарнейший по-настоящему классный там ручная работа все дела торт все торты наверное ручная работа но это именно такой авторский и в 7 утра 8 марта приехал торт с курьером там цветы 5-10 ну плюс я позвонил поздравил я понимал я слышал по голосу что это именно вот как раз тот самый вот та самая вот вишенка на тортик которая вот нужна была для того чтобы человек себя не чувствовал одиноким в свой праздник что мой там где-то блин там около стенда серкети там мацает ножи а я здесь вынужден сама по себе одна здесь быть фиг знает скорее всего я глупости вам наговорил потому что я совершенно не уверен в том что я вам сейчас сказал в правильности потому что это для меня правильно то что для меня правильно не факт что для других жду комментариев жду даже тапок в свою сторону там каких-то я не знаю обвинений и прочее ну пусть пусть будет главное чтобы вы любили своих жен родителей детей и это чтобы было взаимно чтобы было взаимное внимание и уважение спасибо за просмотр всего доброго очень интересно что у нас будет здесь на улице увидимся ребят что у нас